Глава номер 3, враг государства. Приветствую вас дорогие друзья, мы продолжаем с вами проходить крутейший хард мод для второй мафии. И вот наш бородатый якудза снова готов в бой, снова готов нагрести большие бабки, работая над Джо и его соратников. Снимите трубку и не показано где снять, потому что миникарты тупо нет. Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина Мио. Ладно, пока, мама. Ну, мама видна, что очень умная женщина, потому что она не удивилась, что... Вита, куда он мог пойти еще? Естественно, к Джо, несмотря на то, что она запрещала с ним общаться. Ах ты же, нифига себе, голубь! Оказывается, летал, блин, тут оказывается столько много интересных моментов, которых я раньше не замечал. И кот, который прыгнул в пустое мусорное ведро, и голубь. Голубь. Друзья, будьте более внимательными. Жизнь разукрасится новыми красками. Так, что у нас тут? Тут плейбоев у нас, кстати говоря, нет. Я плейбои все в отдельное видео вмещу, потому что плейбои тоже все новые. Ирина полностью переделала все плейбои, она 8 часов сидела и искала аутентичные фотографии. И это реально круто, потому что я уже посмотрел плейбой из второй главы, и они... Ах, какие хорошие! Так что, друзья, ждите после прохождения обзор на плейбойчики. Так, плевая форма. Ну, кожаная куртка, затем плевая форма. Не будем, вот это да, новая кожаная куртка. Обалдеть, мне такая же была. Так, ну что, к мистеру папа-мамала... Так, ну что, по радио ничего хорошего? Ну что, дорогие друзья, мы с вами едем на вот этом прекрасном военном джипе. Джо как раз хотел узнать, что такое джип. Вот мы вам покажем, что такое джип. К сожалению, вот этого джипа нету в стимовской версии игры, и очень грустно, потому что хотелось бы мне покататься на нем. Но почему-то только в определенной версии есть этот джипарик, фалконер. Вот, я переместился на реалистичную систему вождения. Первые три видео были на аркадном, на упрощенном. Я хотел проверить, насколько они тут сильно отличаются. И таки реально сильно отличаются. Машины, наконец-таки, имеют свой вес. Машины таки переворачиваться научились, друзья. Да-да-да-да-да, кто бы думал, да? Машины тут переворачиваются. Особенно аккуратно нужно действовать с теми машинами, которые были внедрены извне. Вот такими фальконерами, потому что были моменты, когда я искал плейбоя, и наехал я на фальконер, и просто подпрыгнул в небесную ввысь. И это было очень курьезно. В общем-то, эти моменты я вам тоже еще покажу, но после. Вот мы до мистера Мамаларду доехали. Наверняка у него найдется хорошая работка для героя войны Витас Калета. И он даст ему хорошо оплачиваемую работу, где будет трудиться и добра наживать себе. Найдет жену себе хорошую. И будет хорошим парнем, который будет помогать своим соратникам. Да, где-то в альтернативной реальности. Возможно, так оно было бы. Не, какая же классная кожанка. Кожаная куртка, кожаные... Или нет, не кожаные, просто черные брюки. Теперь марш, мой стейк остывает. Ох уж извините, мистер Папаларду, что мы способствуем охлаждению вашего стейка. Ну иду я, иду, давай быстрее. Показывай, как ящики грузить в другие ящики. И эти ящики пригружать в огромные ящики. И ты получишь за эту десятку. Это же просто чудо. Об этой работе можно только мечтать. Видишь ящики, грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Да. Работа нашей мечты. Все вот эти ящики нужно погрузить на грузовик. И получим за это 10 долларов. И грыжу. Сразу грыжу, растяжение, возможно защемление позвонков. Всех, которые вообще есть. Но 10 долларов на дороге валяются. Все, нет. Я за такое не вписывался. Я молодой перспективный человек, поэтому я гораздо больше работаю в день в другом месте. И десятку себе оставь. Так, ну что, теперь занимаемся гораздо более интересной работой. За гораздо большие деньги выбиваем у бедных работяг как бабки на парикмахера. Ну, номинально на парикмахера так какого-нибудь старика приведут сюда. Вот, чик-чирик, щелки отфигачит, и все. Эх, жалко. Я собираю плату за услуги парикмахера. Хочет продвигаться, нужно грязную работу выполнять. Конечно, вот. Я не хочу проблем. Ну, спасибо за сотрудничество. За сотрудничество. Фу-фу. Спасибо за то, что у тебя есть лишние деньги. Для толстосумов. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ах, да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага. Спасибо. Так, ну что, сейчас первая битва? Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Эй, что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. Перья? Ты меня петухом назвал, а? А ну-ка. Нихрена себе, я такое ощущение, что он на ринге не раз стоял. Неплохо. Все? Даже добивать не нужно было? Хорошо. Я рад, что ты решил одуматься. Фух, да, очень плотные, конечно, тут битвы. Я прям не представляю, как проходить эпизод с тюрьмой. Там этих битв будет навалом, особенно с О'Нилом. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Ну, я тебе сейчас долг-то переведу. Не, Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал? Не я. Ну так попробуй, ты, уродец. Пришиби, подонка! Смотри, какой он резкий, как понос. Убей его! И как я его одолею? Фантастика! Все! Ох, вот это включение! Как я его тут убивать, а? Я даже попасть по ним не могу! Натяни ему! Выдай с него в дух! Ох, вот это все, что во все! Ох, вот это все! Ох, вот это все! 스 б residents! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем так все усложнять-то? Это капец какой-то! О, еле-еле! И просто еле-еле с пятой попытки припил его. Ух, надеюсь, все-таки в стиражке будет попроще, потому что там будут контратаки. Без контратак это проходить прям невероятно сложно. Ладно, выбили бы нас горе пополам эти деньги. Это реально очень кровавые, очень трудные деньги. Мне кажется, при прочих равных было бы проще погрузить ящики в грузовик, чем выбить деньги из этих... Ух, руки-бальбуа. Вот, деньги. Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Угу. Это уже любопытно. Ладно, сейчас нужно заехать в ресторан, пополнить запас здоровья. Если бы я еще удар один хотя бы пропустил, это было бы фиаско, и нужно было бы проходить все сначала. Ох, Ирина, конечно, намутила. Она тут жесть с этой боевкой. Ну что, как говорится, тише едешь, дальше ты будешь? Ох, это уж точно. Доехали мы с вами, друзья, до бара у Фредди. Тут мы, собственно, сможем и подкрепиться, пополнить нашу здоровьечку. Так, ну-ка налей-ка мне кофейку, да пободрее. Так, пиво, 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 вино, кофе, кофе. Ну вот, держи свой кофе, приятель. Спасибо. Вот, хоть в кой-то веке ты пригодился. Никогда к тебе не подходил. Всего за 10 центов взяли, пополнили здоровье. Так, Мария Энджела. Где-то здесь находится... Хм, кто же это может быть? Что же за Мария Энджела? Вряд ли это дочка Туми Анджела. Скорее всего, просто однофамилец. Но это можно воспринять как отсылку к легендарной бессмертной классике. Да, где-то она явно не по погоде. Видимо, живет совсем бедно. Ох ты! Она прям поболилась в седюшку. Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Ах, ну ладно. Малыш, тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже. Там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора. Так? Верно. И будь осторожен. По ночам там охрана. Не попадись им. У меня причем не один охранник и даже не два охранника. Ну ничего, справимся. Будем проходить по стелсу. Зачем нам лишний геморрой? Ух ты, мне сказали водить научитесь. Как уважительно. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Так, ну ладно, ладно. Пробиваемся. Хотя, честно, теоретически это могло бы быть и тетя Томми. Ладно, в любом случае отсылка классная. Что ж, будем врываться. Сложностей тут никаких не будет, как я подразумеваю. Потому что просто стелсом проходим. Никакого экшена. Заблудиться тут невозможно, потому что мы уже проходили много раз. Но мне на стриме, когда, по-моему, раз я стримил мафию, сказали, что там можно пробраться и через верх. Ну, собственно, это показывать не обязательно было. Ладно, найдите путь внутрь. Хм. Прятаться скрытно. Давай, давай, Вита! Не испогань, только свои крутые штанишки. Ну, в таком прыгнике, конечно, Вита гораздо круче выглядит, нежели в оригинальном. Ага, после дождичка в четверг. Помолчи-ка, я кроссворд решаю. А вот и следующий плейбой. Пойду-ка сделаю обход. Скатертью дорожка. Так, ну что, аккуратно. Аккуратничаем. Аккуратничаем, аккуратничаем. Вот так. Не привлекаем лишнего внимания. Тащить тело можно, конечно, но зачем? Так, этот будет сидеть постоянно здесь, но его, в принципе, тоже можно придушить. Вот так. Вот и все. Остался один охранник, он находится на втором этаже. Внизу не спускается вообще, поэтому не палимся. Совершенно. Просто спокойно бегаем, отключаем сигнализацию, чтобы не наехала охрана сюда, со всего района. И спокойненько, не прячась и не тратим лишнего времени, вскрываем, берем и радуемся жизни. Ну, как мы думали, некогда, что будем радоваться жизни. По факту же, будем еще эти талоны продавать. А на алистичном вождении, в принципе, в этом моде это сделать будет не так-то и просто. Так, все помещения те же самые. Жалко, что тут нет каких-то плакатов, на которые, например, были как плакат Эдри Хеуберн, например, в комнате у Вида. Ну да ладно. Мало вероятно, что кто-то сюда будет заглядывать, поэтому зачем сюда что-то вклеивать. Сейчас устраним еще одного охранника и все. И дело на мази. Собственно, это можно пройти просто никого не вырубая, но если бы это была ачивка, и был бы в этом большой смысл. Так, вот этот охранник. Врубаем его. И все будет в ажуре. Вот и все. Теперь нам никто не помешает. Даже трупы прятать не стоит. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Все на мази, все сделано. А сейф у нас находится прямо вот здесь. Благо, в этом моде подсвечиваются все-таки двери. Хотя это немножко странно, это же хард-мод. Поэтому стоило ли оно того? Так. Зрение не подводит пока. Оп. Все путем. Вуаля. Как два пальца об асфальт. Проще не придумаешь. Вот именно здесь можно пролезть. Вот прямиком через крышу. И вуаля. И мы в дамках. Даже здоровье не потратили. Ну что, теперь нам нужно продавить талоны. У нас очень мало времени. Как бы очень мало времени. Но если вы прекрасно владеете автомобилем. Мы проходили уже не раз. Проблем у вас не возникнет. Хотя это хард-мод. И это все не отмечается. Поэтому нам нужно просто... Искать заправки. Это будет реально геморно, черт возьми. Ну ладно. Первая заправка. Вторая заправка. Эй. Хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами. Хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Третья заправка. И у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Слушай. Четвертая заправка. Есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. И у меня тут пара... Следующие талончики. И у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да. Ох, одна минута всего осталась, друзья. Одна, одна минута всего-навсего. Одна минута осталась. Я на реалистичном вождении и на джипе военном. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, давай, давай же, давай же. О, я же прям потеть начинаю, уже чувствую. Уже чувствую. Вот, близко, близко, близко времени досталось. Совсем ничего. Эй, хочешь купить несколько... Уууу, блин. Но это строго между нами. Хорошо. Ох, это просто невероятно. Время остановилось, вроде как. Какой же сложный мод. Но при этом он будет подстегивать тебя на такие действия. Ты просто первопытный инстинкт свой подключаешь по максимуму. Ох. Фух, надо от мотика немножко отдохнуть. Отправляйся к джо. Ха-ха-ха, конечно. Ну вот от джо-то я уж прям спокойненько доеду. Друзья, спасибо всем за внимание. До скорых ярчайших встреч. Хотя ладно. Встретимся у джо. Там уже переведем дух спокойно. Него не надо, какая полиция! Ох, еле от полицейских удрала. Да, джип, конечно, хорош. Но вот на скорости он просто теряет контроль. Особенно на поворотах. Я чуть-чуть прямо еще перевернулся бы. Просто было бы идеальное завершение главы. Нужно было бы проходить все с самого начала. Классно, классно. Но не для меня. Все, друзья, давайте на этом заканчивать. Спасибо всем огромное за внимание. До скорых новых ярчайших встреч на просторах. Мафиях 2 Hard Mods. Комментируйте, ставьте лайкосы и ждайте новую серию Закон Мерфи уже очень скоро.